Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. В эфире новости Анапа. Регион. В студии Кристина Арабина. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. По итогам этого года будут запущены первые совместные российско-белорусские молодежные бизнес-проекты. На одной волне определяющие направления сотрудничества дружественных стран России и Беларуси обсуждаются в Анапе. Были только положительные эмоции, радость и желание творить. Добавили разнообразие вкуса. Анапские студенты провели для детей из клуба «Открытые сердца» кулинарный мастер-класс. Новые школы, детские сады и перспективы. Развитие сферы образования Анапы в эксклюзивном интервью с руководителем Моторского. В Анапе состоялось заседание комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России. Члены России, в состав которой вошли представители двух стран, обсудили перспективы развития сотрудничества и рассмотрели ряд важных совместных проектов, которые планируется реализовать в ближайшее время. На заседании комиссии парламентского собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам прибыло много почетных гостей. Российскую Федерацию представляют члены Комитета Государственной Думы, Беларусь, председатель и зампредседателя двух парламентских палат. Анапа местом проведения выбрана не случайно. По мнению парламентариев, это одно из самых перспективных курортных направлений для оздоровления и детского отдыха. Нация должна быть здоровая, физически и духовно. И то, что наша сегодня комиссия заседает именно в Анапе и рассматривает вопросы оздоровления детей, оздоровления взрослых, организацию семейного отдыха, это очень важно. На повестке дня больше десятка вопросов. В их числе проведение первого заседания молодежной палаты при парламентском собрании Союза Белоруссии и России, возобновление работы Российско-Белорусского Союза Молодежи и многое другое. На особом контроле вопрос молодежного предпринимательства. Российский Союз Молодежи реализовал успешный проект «Бизнес-инкубатор», где идеи молодых предпринимателей ложатся в основу многомиллионных контрактов и успешно воплощаются в жизнь. Уже есть серьезный опыт в сотрудничестве с Китаем. В Анапе подобные предложения разрабатываются на базе Федерального детского центра смена. Теперь российский опыт применят и в Белоруссии. Российско-Белорусский Молодежный Бизнес-инкубатор в первую очередь будет выполнять задачи информирования молодых ребят. В том числе мы будем давать все необходимые знания и навыки по совместному введению бизнеса на территорию Союзного Государства. Я надеюсь и рассчитываю на то, что уже по итогам этого года будут запущены первые совместные российско-белорусские молодежные бизнес-проекты, которые будут действительно коммерческими и которые будут интересны общественности, потенциальному клиенту России и Беларуси. Белорусские представители внимательно выслушали все предложения. Общим голосованием большая часть из них принята к рассмотрению. В их числе вопросы трудоустройства белорусских студентов в Анапе, а также оздоровления. Нас интересовал вопрос, кроме оздоровления детей, вопросы трудоустройства молодежи. То, о чем мы говорили, это работа пионервожатых, студенческих отрядов, которые приезжают вместе с детьми на оздоровление и здесь работают. И мы, в принципе, остались очень довольны нашей работой. Мы понимаем, что перспектива большая. За вчерашний день мы поняли, что нам надо провести большой семинар по вопросам оздоровления, то есть медицинский семинар, потому что мы увидели достаточно большие перспективы не именно в курортологии, то, о чем мы говорили, а в здоровье и, возможно, в реабилитации не только наших детей, но и вообще граждан союзного государства. В числе участников конференции и представителей городской администрации. Они выразили готовность оказать поддержку в реализации проектов, которые будут внедряться на территории муниципального образования. В рамках нашего сотрудничества, безусловно, будут выработаны определенные подходы, концепции, для того, чтобы мы уже в рамках этой работы нашли точки соприкосновения. Мы позиционировали нашего города, города-курорта Анапа, как курорта детского отдыха, отдыха семейного. Здесь мы получили поддержку, понимание того, что будут эту позицию продвигать как в рамках союзного государства России и Беларуси, так и, в принципе, Российской Федерации. Уже через месяц запланирована еще одна встреча представителей союзного государства. Будет создана рабочая группа и разработан план долгосрочного сотрудничества на весь 2018 год. Руслан Душевский, Анапа-регион. Анапские пенсионеры стали целью аферистов. Злоумышленники придумали новый вид мошенничества. Представляясь сотрудниками пенсионного фонда, они обзванивают пожилых людей и сообщают, что якобы выявлена крупная задолженность перед ними. А чтобы вернуть средства пенсионерам, преступники просят сказать номер карты или добавить их номер к себе в контакты. Официально хочу сообщить, что пенсионный фонд никогда не собирал номера карт по телефону, никогда не обзванивал получателя пенсии по таким вопросам и, естественно, никогда не отправлял смски с просьбой включить один из наших номеров в какие-то группы в ваших мобильных устройствах. Скорее всего, данные действия направлены на то, чтобы впоследствии незаконно овладеть средствами таких пенсионеров. Рекомендуем всем пенсионерам быть бдительными и не передавать свои персональные данные неизвестным людям, тем более по телефону. Кулинарный мастер-класс для детей из творческого объединения «Открытые сердца» провели студенты колледжа «Сфера услуг». Благотворительную акцию организовало Анапское отделение «Молодой гвардии». Мероприятие приурочено к Году волонтеров в России. Однако молодогвардейцы планируют радовать детей подобными акциями регулярно. Все дети любят сладости. Поэтому для сегодняшнего мастер-класса студенты подобрали рецепты самых вкусных и необычных десертов. Традиционными роллами уже никого не удивишь. А вот сладкие – пожалуй, экзотика. При этом готовить их легко и быстро. А ингредиенты – простые и доступные. Обычная покупная пастила, которая продается на рынке, и домашний творог. Просто берется пастила, мажется лист творогом и сворачивается в такую форму. На базе Дома культуры «Станица Анапская» развернулась целая кулинарная площадка. Студенты колледжа «Сфера услуг» раскрыли детям и их родителям секреты приготовления ажурных блинов, показали, как собрать ягодно-фруктовую корзинку и оформить печенье рисунком. Мы попали вот на фруктовые тарталеточки. Нам очень интересно, понравилось, потому что дети непосредственно сами принимают участие. То есть для них это как бы в новинку, впервые. Им очень они довольны и понравилось. Клуб «Открытые сердца» объединяет детей и молодежь с ограниченными возможностями здоровья. Как отмечает его руководитель Оксана Смирнова, подобные акции не только вносят полезное разнообразие в жизнь ребят, но и в том числе способствуют их социализации. Были только положительные эмоции, радость и желание творить, познавать что-то новое и вкусно покушать. Это не первая социальная акция, которую проводят анапские молодогвардейцы. В планах сделать эту практику регулярной, больше уделяя внимание тем, кто в этом особенно нуждается. Важно вообще осознание того, что мы все вместе готовы детям показывать, доносить интересную информацию. Я думаю, что для них это будет очень интересно. Они в первый раз увидят подобные мастер-классы и непосредственно сами поучаствуют в производстве. Сегодня в кулинарном мастер-классе приняли участие более 30 детей. Все они получили массу положительных эмоций и сладкие угощения в подарок. Следующее подобное мероприятие планируется провести уже через месяц, пока молодогвардейцы подбирают тему, которая была бы интересна и полезна детям. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа-регион. Воспитанники 4-й детско-юношеской спортивной школы готовятся к первенству мира по рукопашному бою. Секция была открыта лишь полтора года назад, но даже за такое короткое время юные бойцы достигли невероятных высот. В состав команды входят 7 членов сборной страны, победители первенства края и Южного федерального округа, медалисты России и Евро-Азиатских игр. На тренировки чемпионов побывали наши корреспонденты. Одним точным ударом можно моментально вывести противника из строя. Рукопашный бой сродни боксу, однако намного зрелищнее и при этом сложнее. В свои 17 лет Николай Феденович является кандидатом в мастера спорта. В этом году он планирует поступить в военный институт физкультуры. По словам спортсмена, все зависит от качества тренировок. Каждое занятие они выкладываются на полную. Очень качественно и хорошо. Сначала мы разминаемся, потом в спарринги и скакалка и домой. Рукопашный бой интересен не только юношам. Елизавета Савина в спорте уже 9 лет. Начинала с дзюдо и самбо, но все свои способности раскрыла именно здесь, в группе по рукопашному бою. За полтора года спортсменка заняла призовые места на Евроазиатских играх, первенствах России и Южного федерального округа. Очень много мы знаем девушек и взрослых женщин, которые сейчас преподают, участвуют на Олимпийских играх также. Я хочу стать тренером. Тренер Александр Толовский ведет секцию по рукопашному бою полтора года. Также преподает дзюдо и самбо. Именно он взрастил известных анапских чемпионов Анатолия Шевченко и Надежду Павлову. По словам наставника, достичь можно любых вершин, если прилагать максимум усилий. За счет стремления, за счет желания, ну, стараются ребята, тренируются, выкладываются по полному, а это все воздается. Занятия по рукопашному бою Александр Толовский проводит бесплатно. Поэтому из-за финансовых трудностей спортсмены не могут участвовать во всех соревнованиях, а ведь побед могло быть еще больше. Тренер благодарен спонсорам, которые им помогают. Уже в сентябре, благодаря в том числе и поддержке меценатов, спортсмены отправятся на первенство мира, где в составе сборной будут отстаивать честь страны. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов. Анапа-регион. Победители фотоконкурса «Цветущая Анапа» получают подарки. Сегодня в студии телерадиокомпания «Напа-регион» состоялось награждение лауреатов. Работа Андрея Зарубина «Аллея на крепостной» была выбрана лучшей по мнению редакционного жюри. Приз – сертификат на 3000 рублей от салона магазина «Время подарков». Лидер народного голосования – работа «Виола Прекрасная», автор Елена Алексеюк. За эту фотографию было отдано 106 голосов. Приз – сертификат на 3000 рублей от магазина «Фотомир». На награждение приехал брат Елены. Третьего победителя определил счастливый случай, а точнее генератор случайных чисел. Счастливчиком оказалась Елена Атаманчук. Приз – сертификат на 1000 рублей от магазина «Мегамир». Самому юному участнику фотоконкурса 12-летнему Амиру Мирзакаеву жюри решило учредить поощрительный приз. Когда мы отдыхали на Кипарисовом озере, то там я видела очень красивый цветочек под названием «Дуванчик». И когда я узнал о конкурсе «Цветущая Анапа» на Анапе-регионе, то тогда решил отправить это фото туда. Также поощрительные призы, запасы полезной воды от нашего партнера-производителя иммуноводы «Эрада». Получили еще пять участников. Спасибо Анапе-регион, да, конечно, в первую очередь, что заметили. Недавно были в Феодосии, буквально на днях, и просто поразились, там еще ни одного цветочка нет. Просто голая, просто. И Анапа на самом деле – это рай. Анапа-регион благодарит партнеров фотоконкурса, салон-магазин «Время подарков», магазин «Фотомир» и сеть магазинов «Мегамир». Для скольких ребят прозвенел последний школьный звонок, какие предметы для сдачи ЕГЭ выбирают выпускники, и почему стали так популярны среди молодежи инженерные профессии? Где построят новые школы и как решается проблема с местами в детских садах? Гость нашей постоянной рубрики «Тема недели» – начальник управления образования Наталья Микитюк. Наталья Васильевна, здравствуйте. Добрый день, Сергей Васильевич. Спасибо большое, что брали время, что пришли сегодня к нам в студию. Вся эта неделя, можно сказать, прошла по знакам образования. И главное событие, конечно, это последний школьный звонок, который прошел у нас вчера. Сколько выпускников в Анапе, Анапском районе в этом году? В муниципальном образовании город-курорт Анапа у нас в этом году выпускников 11 классов 762 учащихся и выпускников 9 классов 2 112 учащихся. Мы подготовили небольшой материал о вчерашнем мероприятии. Предлагаю посмотреть сюжет, после чего мы вернемся в студию и продолжим разговор. Для Светланы Яковлевой, классного руководителя 11 класса, сегодня особый праздник. Это ее уже пятый юбилейный выпуск. Как говорит сама, приложила все усилия, чтобы ребята были готовы ко взрослой жизни. И очень надеется, что воспитанники не подведут. У меня класс небольшой, всего 11 выпускников. Дети очень хорошие, дружные, активные, учатся в мере своих способностей. У всех есть и определены уже цели в жизни. Расставлены четко приоритеты. Они идут к намеченным целям. Я прежде всего им желаю, конечно, сейчас самое главное – это сдать успешный единый государственный экзамен. Впрочем, сегодня о ЕГЭ выпускники не думают. Праздничное настроение, парадная форма, цветы и поздравления. Но у многих на глазах слезы. Ведь это их последние дни в любимой школе. И совсем скоро пути одноклассников разойдутся. Всех ждет новая взрослая жизнь. Наталья Васильевна, кто они сегодняшние выпускники? Что показывает аналитики? Какие профессии выбирают будущие студенты? К чему они стремятся? Ну, вы знаете, сегодняшние выпускники, в отличие от прошлых лет, выбирают профессии, которые связаны именно с технического профиля. Прикладные? То есть инженеры. Да, да. Много выпускников выбирают профессии медицинских работников, то есть врачи. Также с радостью уже наши выпускники идут в педагогические вузы. И профессии вот именно инженера. Также аграрный университет многие выбрали. То есть сельхоз профессии у нас тоже на сегодняшний день очень востребованы, особенно в нашем крае. То есть можно говорить о некой тенденции, переломе, да? Потому что, насколько я помню, раньше выбирали профессии экономиста, юриста, вот эти голубые воротнички. Сейчас уходит все в ремесло. То есть это сейчас более востребовано получается? Более востребованы, по-видимому, может и профориентационная работа, которая проводится в образовательных учреждениях в течение многих лет обучения детей. Также родители и многие выпускники понимают, что это те профессии, которые им действительно будут приносить не только материальное благосостояние, но и, наверное, видеть плоды своего труда. Впереди у нас еще ЕГЭ. Какие предметы выбирают школьники? ЕГЭ у нас в этом году будут сдавать плюс к нашим выпускникам 11 класса, еще 112 выпускников прошлых лет. Предметы, которые выбирают наши учащиеся, обязательные два предмета – это русский язык и математика, это профильный базовый уровень. Также выбираются многими выпускниками предмет обществоведения, география, информатика. То есть идет тенденция на то, что именно предметы выбираются уже с учетом будущей профессии, которую выбирает себе выпускник. Наталья Васильевна, совсем скоро у нас, 24 июня, губернаторский бал. Кто будет представлять на нем Анапу? Значит, на губернаторский бал у нас едут 40 учащихся. Это те девочки и мальчики, которые отличились во время учебы. Они принимали активное участие, как в олимпиадах, в конкурсах, занимали призовые места. И естественно, что в процессе обучения они показали очень хорошие результаты. Как у нас пройдет, ожидаемый многими, вечер выпускников «Алые паруса»? Вечер выпускников «Алые паруса» у нас состоится на Театральной площади 26 июня. Он пройдет на высоком организационном уровне. Я думаю, что все выпускники будут довольны этим праздником. Мы сделаем все для того, чтобы нашим выпускникам было на нем весело и запомнился этот праздник на долгие годы. Наталья Васильевна, а сколько сейчас средним учеников в выпускных классах? Я к чему это спрашиваю? Не скажу, что школы сегодня перегружены. Как решать эту проблему? Есть ли вообще решение? Эта проблема не только у нас, но и по всему краю. Но я хочу сказать, что количество от 30 и выше в классах. Поэтому наша задача на сегодняшний день увеличить количество общеобразовательных учреждений именно в Анапе. Что для этого делается? В этом году мы начинаем строительство школы начальной на 400 мест в 6-й общеобразовательной школе. Также у нас подготовлены документации на строительство школы на 380 мест на Ленин на 191 и прошедшие государственную экспертизу. Надеемся войти в программу следующего года. Комплектование детских садов. Проблема та же самая. Что здесь делается? Какие перспективы? С 1 июня по 1 сентября. Начало комплектования детских садов. Проблемы те же. Нам необходимо тоже строительство детских садов. И для этого у нас уже началось строительство детского сада номер 2 на улице Крымской. Этот сад у нас был закрыт в 2015 году. Сад был на 60 мест. Сейчас мы увеличили. И сад мы строим на 80 мест. Многие не верили о строительстве этого детского сада. Но благодаря поддержке нашего руководства мы в этом году уже начали строительство. Значит, этот сад строится только за муниципальные деньги. Следующий объект, который мы планируем завершить в этом году и получить к концу года лицензию на образовательную деятельность, это инвестиционный проект, который уже построен, проводятся отделочные работы в групповых ячейках и готовится площадка вокруг этого сада. Это улица Лазурная. Этот объект у нас уже готов. 160 мест. Еще у нас есть проект, прошедший госэкспертизу. Мы сделали этот проект. Это хутор Воскресенский. Там мы тоже планируем войти в программу. Вопрос с Министерством образования и науки решился на 2019 год. Мы планируем войти в программу софинансирования и начать строительство еще этого объекта. Ну, планы очень хорошие. Дай Бог, чтобы они сбылись, реализовались на практике. А какие альтернативные формы сегодня у нас развиваются? Альтернатива детским садам в нашем муниципальном? Ну, у нас развиваются альтернативные формы. Это группа семейного воспитания, группы кратковременного пребывания и частные детские сады. Мы хотели бы, чтобы к нам обращались больше семей многодетных, которые имеют высшее образование, которые имеют желание открыть такие группы. Со своей стороны мы поддержим любое начинание. А какая это поддержка будет? Это поддержка будет и финансовая, и методическая. То есть нам главная задача, чтобы эти семьи многодетные, вот мама, решившая открыть группу семейного воспитания, она имела педагогическое образование. И тогда с нашей стороны мы уже всю методическую литературу, есть специалисты, которые будут индивидуально отрабатывать, подсказывать. Мы прикрепляем к детскому саду, эти группы открываем. Я, папа, многодетные семьи, кому не прийти, сказать, что я вот хочу. Значит, у нас все есть на сайте. На сайте управления образования. Вы можете выйти на сайт управления, посмотреть основную информацию. Если нужно уточнить какие-либо вопросы, пожалуйста, приходите на Пушкина, 28, в отдел дошкольного образования. Если есть необходимость, ко мне на прием. Я всегда пряму подскажу. Наталья Васильевна, ну и, конечно, все дети сегодня с замиранием сердца ждут начала школьных каникул летних. Как в этом году будет организована летняя занятость? Что приготовили? Как и каждый год, летняя занятость детей, с этим мы работаем межведомственно. Это не только управление образования. Нами проделана очень большая работа. Но я хочу сказать, что мы комплексно подходим к этому вопросу. И для того, чтобы стопроцентно занять ребят, которые летом будут отдыхать, значит, нами подготовлено по 28 общеобразовательным учреждениям. Это лагеря дневного пребывания, куда будут ребята приходить. Основной акцент сделан на то, чтобы стопроцентно занятость была ребятами, состоящими на всех видах учета. Это внутришкольный учет, это КДН, ОПДН для того, чтобы организовать их досуг. Также управление физкультурой и спорта с нами работают вместе. Мы разрабатываем общие мероприятия. Также купание детей будет организовано на пляжах. Мы каждый год это делаем и в этом году тоже. Наталья Васильевна, спасибо большое за этот разговор. Я очень хочу, желаю вам, чтобы все ваши планы сбылись, потому что от этого будет лучше всем. Спасибо. Спасибо большое. Проезд по улице Ленина от Промышленной до Лермонтова будет временно ограничен. В связи с проведением ремонтных работ АО «Теплоэнерго» с 19 часов 25 мая и до 12 часов 26. Планируйте маршрут заранее. Далее информация о погоде на выходные. Партнер прогноза – фабрика «Мороженого ангария». Если настоящий йогурт объединить с нежными сливками и добавить активные бифидобактерии, то получится вкусно и здорово. Пломбир на йогурте «Ангария». Это когда вкусно, полезно. По прогнозам синоптиков, 26 и 27 мая в Анапе ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Ночью прохладнее – 18 выше ноля. Ветер северо-восточный – от 6 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 17 градусов. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь» Анапа-Самбурова 254. Мы делаем спорт доступным. «Витязь» Анапа-Самбурова 254.